Сцены секса, ругательства, наркотики и демонстрация жестокого насилия. Интригует, не правда ли? Картина-пародия, картина Стёп и в то же время чистокровный Грайндхаус, который снят в супер-мега-популярнейшем в 70-е годы жанре Блэксплотейшн. Для тех, кто совсем не рубит, Блэксплотейшн – это жанр кино, появившийся в США в 70-х годах. В основном все картины этого жанра были ориентированы на чернокожих зрителей. Основные атрибуты жанра – прическа афро, музыка соул и фанк, кунг-фу-драки, море стрельбы, дорогие шмотки, большие сиськи. Героями этих фильмов почти всегда выступали киллеры, сутенеры и наркоторговцы. Очень часто люди со светлой кожей представлялись в фильмах как отрицательные персонажи, как то продажные полицейские, бандиты, проститутки и, разумеется, политики. Идея фильма «Черный динамит» возникла у исполнителя главной роли – Майкла Джея Уайта, когда он снимался в Болгарии в 2006 году в фильме «Неоспоримый 2». Он слушал на своем айподе композицию Джеймса Брауна – «Супер Бэд». Поначалу он даже придумал название к картине – «Супер Перцы». Но позже выяснилось, что название уже занято. Так в титрах появился «Черный динамит». Кинокартинов, кадры которой вмонтированы эпизоды настоящих «блэксплотейшн» фильмов. И сделано это не с целью сэкономить бюджет, а как стёп над стилем монтажа, который, к слову, в фильме абсолютно стилизован под те самые фильмы. Ровно как и операторская работа. Картинка высококонтрастная и зернистая. Стиль съемки – что-то среднее между фильмами про шафта и гонконгскими боевиками 70-х. Браво! С музыкальным оформлением в картине полный порядок. Фанк и специфический звук гитары тут присутствуют в достатке. В кинокартине снялась куча известного народа. И помимо Арсенио Хова снялись звезды настоящего кино для взрослых. Как, например, в сцене в больнице с медсестрой. В роли доктора Ву снялся Роджер Юан. По совместительству он был на картине вторым режиссером и ставил хореографию поединков. Именно он дал совет исполнителю роли президента Никсона Джеймсу Макманусу крутить нунчаки по 6 часов в день, чтобы на экране это было убедительно в схватке с черным динамитом. По сюжету крутой чувак по имени Черный Динамит очищает улицы от наркотиков, пытаясь добраться до главного злодея – босса. Сразу предупрежу, при начале просмотра надо просто отключить свой мозг. Любителям Антониони, Феллини и прочей траты пленки лучше пройти мимо этого шедевра. Как бы я объяснил стиль юмора в картине? Скажу так, вместо того, чтобы дурачиться и пародировать Блэксплотейшн, актеры играют с серьезными лицами. Но в этом-то и есть весь прикол и изюминка, ради чего все это затевалось. Например, нам показывается серьезная сцена, а вверху кадра виден микрофон. Или, например, идет драка, а ноги и руки героев даже не долетают до цели. В этой кинокартине целая куча отсылок на классику жанра. И настоящие фанаты получат массу позитива при просмотре этого блистательного представителя жанра, зародившегося в прошлом веке. Возникает один вопрос, как Майкл Джей Уайт, снявшийся в неоспоримом и в том же Черном Динамите, до сих пор не стал звездой высокобюджетных боевиков. А может, оно того и не стоит? Лично я бы предпочел увидеть вторую часть этого фильма, а не очередной проходной фильм за 100 миллионов баксов. Кстати, кому понравилась картина «Черный динамит», советую посмотреть и мультсериал. Он тоже чертовски хорош. КОНЕЦ КОНЕЦ